Это отдалённые горные районы на севере колумбийского департамента Каука в провинции Буэнос-Айрес. Кокаиновые кусты здесь занимают территорию в 16 тысяч гектаров. Масштабы контрабанды наркотиков растут, для охраны плантаций привлекают вооружённых людей. Несмотря на смену двух правительств, в этом регионе мало что изменилось, и от разгула преступности страдают коренные жители, представители индейского племени НАСА, которые пытаются противостоять выращиванию коки. Среди жертв вооружённого насилия 14-летний ребёнок. Фабиан потерял двух братьев. Он также получил ранение. В него стреляли бывшие участники леворадикальных повстанческих группировок. Большинство этих вооружённых группировок состоит из подростков. У них больше нет политического руководства, идей революции. Они больше сосредоточены на экономических проблемах. И прежде всего они заинтересованы в защите всего, что связано с доходами от нелегального выращивания коки. А Веймар защищает местных жителей от насилия. Он говорит, что мирный договор с революционными вооружёнными силами Колумбии привёл к раздроблению движения на мелкие группировки, которые теперь воюют за кокаин. Через несколько дней после съёмок он пострадал в перестрелке, но, к счастью, выжил. Вдоль дорог заметны граффити, принадлежащие различным бандам. Всё это свидетельство масштабов насилия в регионе. 89 племенных лидеров были убиты в Колумбии с 2018 года. Большинство из них в департаменте Каука. «Я не могу больше жить в моей деревне. Я была вынуждена уехать из-за постоянных преследований», рассказывает активистка Джоана. «Они нас сразу замечают из-за нашей одежды. Считают нас препятствием, что мы мешаем им работать и делать, что они захотят». Каука считается самым опасным для правозащитников регионом Колумбии. С момента подписания мирного договора с силами РВСК в Колумбии были убиты более 900 представителей общественности. «Индейцы НАСА в Кауке осуждают насилие, которое подогревается недолжным выполнением условий договора. Они призывают власти усилить присутствие, поддержать образование и развитие проектов, которые принесут пользу местным жителям», передает из Колумбии корреспондент Евроньюз Эктор Эстепа.